всем привет дорогие друзья с вами я ура ну что продолжаем наши прогулочки по японии по самым скрытым и местам где никогда не бывали туристы некоторые уже помнят это местечко мы с вами здесь гуляли зимой сейчас здесь уже вот все зелено такая вот тихая спокойная речушечка кто-то удочку здесь свою оставил а вот здесь у нас даже я заметил тутовник растет или шелковица если правильно говорить так ребят сегодня у нас небольшая прогулочка по деревне в этой деревушке мы с вами уже гуляли но это было по моему зима ну и весной мы кажется с вами здесь были мы с вами гуляли вот в этой части этой деревне кто помнит ее именовали раньше деревня атома но мы с вами сегодня прогуляемся вот по той части но по большей части полюбуемся с вами рисовыми полями сейчас уже середина мая японцы уже высадили рис там уже чуть подальше мы с вами его разглядим поближе посмотрим как это дело выглядит сегодня у нас такой вот пасмурный денечек немножко но и кстати холодно я не понимаю вообще это первый год такой что в мае я до сих пор ношу футболку свитер и сверху еще в мастерке то есть это что-то прям непонятное по вечерам так вообще когда ветер сильный дует такой прохладный то вообще прям замерзаешь руки мерзнут вот здесь рыбачки значит рыбку ловит и ну вдоль всей речки вообще здесь много рыбачков мы с вами еще там их наверное в конце нашей прогулочки еще понаблюдаем за ними да вот растительность конечно вылезла прям буквально я не знаю за 45 дней все стало вот таким зеленым до этого здесь все было так серо показался заяц здесь кстати зайцы бегают как зайцы такие зайчата маленькие я один раз когда был на рыбалочке здесь ну и сижу тихо спокойненько рыбку ловлю слышу что-то там в кустах шебуршит а он меня вообще не замечал прям так не знаю четырех метрах наверное прыг и прям прыгнул ко мне я сижу такой по-тихому телефон достал сделал там пару фотографий но так кадр конечно не получился он потом как пули дернул от меня вот много здесь полей конечно я вот наблюдаю они вообще но никак не задействованы японцы не хотят их арендовывать и сажать рис а вот кстати поле подготовлено но здесь еще рис не высажен в принципе время еще есть мы на своем поле уже где-то половина поля засадили так вот когда есть свободное времечко потихонечку потихонечку высаживаем так вот кстати у людей остались как они называются саженцы ох тут черви много червей здесь вот но это уже остатки их здесь просто выложили уже высохла а так вот у нас все росточки он там пиявки плавают всякие по вечерам здесь концерты конечно я вот сейчас лягушек не вижу где-то они попрятались тут а так вообще этот лягушки как начинают квакать кстати в японии вот на конкретно на рисовых полях очень красивые лягушки мы с вами уже не раз их видели прям классные такие тропические зелененькие а вот иногда люди вот так вот просто остатки бросают воду с края поля ну не знаю почему все равно здесь как-то ну я даже не помню как он рис вырастет здесь такой тесноте вот красивые рядочки все высажено техникой все отлажено уже здорово а вот классно такие все поля уже водой заполнены здесь такое зеленое поле вот этот пейзаж не всегда прям нравился я уже не раз сделал здесь фотографий вот этот старый японский дом с такой зеленый крышей выглядит очень классно прям я иногда даже прям между полей туда заходил поближе к дому тоже делал фотографии там наверное люди если меня замечали скажет какой-то странный тип приезжает всегда фотографирует ну и все в принципе какой-то определенный период времени еще будут заливать поля водой так как рису нужно водичка в больших объемах вот но мы с вами сейчас прогуляемся здесь еще по деревушке и такой так сказать сделаем круг выйдем потом опять к речке там еще с другой стороны посмотрим на рисовые поля вот солнышко пробивается уже днем чувствуется жарко но вот рано утром и поздним вечером прям холодно я например сегодня на зарядочку выбегал там на аллее в 5 утра такая прям дымка над рисовыми полями и прям холодно вот здесь тоже такое угодья классно мне это местечко очень нравится здесь на горе есть буддийский храм большой там же при нем как обычно кладбище а мы по-моему я снимал там видео да 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 точно мы с вами там гуляли уже так что у нас осталась такая третья часть это деревушечки вот здесь у нас телефончик даже стоит сейчас проверим работает ли он ухты смотрите какая-то пылищ эту трубку уже в руки не брали я не знаю сколько работает все угодок идет здорово так кстати кому интересно про японские телефоны у меня на канале есть огромный просто наверное это моя самая большая работа на моем канале я в течение года собирал информацию снимал потому что наверное полгода монтировал это видео в общем про историю общественных телефонов японии есть достаточно много интересных фактов так что кому интересно поищите на канале так а мы с вами куда пойдем наверное прямо с вами пойдем точно здесь человек занимается чем-то не поэт вином каким-то куча бутылок ящики здесь кстати по моему и такие заброшенные домики тоже есть с вами потом на них посмотрим если они еще уцелели я даже не знаю он видите как машина очень близко едет прямо вот к забору я даже иногда видел так человек шел шел у него сумка с правой стороны висела и машина прямо по сумке ударила человеку поэтому здесь нужно быть крайне осторожным на таких дорогах японии вот какой дом огромный да тут и сад куча машин какое тихо спокойное местечко классно всегда мне любопытно почему-то сколько лет этим домам вот здесь тоже большой жилой дом и вот такие вот дома под сельхоз технику под комбайны всякие здорово красиво а вот кстати ребят смотрите вот этот тип домов японских очень-очень старый даже намного старее чем вот эти всякие которые мы сейчас с вами видели обратите внимание у него такие ставни как будто бы прям каменные я уж не знаю из чего они там сделаны но выглядит как каменный знать такие тяжелые прям там такие петли чугунные и выглядит он вообще как будто вы знаете кирпичный такой каменный дом вот это прям очень старый дом точно есть японии такая сеть суши ресторанов называется кура суши и у них все но он сетевой магазин и все вот эти ресторанчики они выполнены вот именно вот в таком вот стиле тоже белые с такими же но имитация ставни окошке кстати по моему про этот же ресторанчик тоже на канале было видео там по моим самых-самых первых моих видео мы с моей женой и ходили туда раз снимали видео вот интересный домик я даже здесь тоже фотографию как-то делал такой вот заброшенный домишко весь зарос виноградом ох там территория тоже вся заросла уже всякая бытовая утварь там да тут уже я не знаю прямо какие-то листья земля уже тут все начинает расти интересно точнее не интересно грустно ну хотя машина вот тут стоит дом выглядит он крыша все обвалилась какая то ну может быть просто использует как территорию типа он этот трактор хранят там еще всякая вон техника на прям очень новая так не забываем про машины тем более мы по встречке подойдем вот тоже ангарчик какой-то заброшенный вот в таком вот состоянии здесь какой-то насос на колесиках солнышко то спрячется то выйдет не знаю прям лето все никак не наступит аж даже не верится через 15 дней уже лето в японии а я все свитере и в мастерки хожу ну и вообще люди все одеты прям тепло даже в таких демисезонных куртках вот уже домишко какой у людей как будто парк какой-то газончик все так по минимальному там лавочка даже стоит классно уютное местечко так мы с вами значит вот здесь повернем посмотрим еще вот на эти поля здесь кстати прям росточки такие уже крепкие прям не знаю в два раза больше чем там были и по-моему да здесь я смотрю плотность намного больше ну то есть эти саженцы высажены намного ближе друг другу и прям чувствуется такое поле прям зелененькая классно вообще здесь такое уютное местечко такое дерево в тени так вот поработаешь на поле и здесь под деревом отдохнуть классно а тут вот получается вот этот здесь проход я вам туда вот на частной территории этого дома классно ничего здесь интересного нету никакой живности вот тоже пейзаж такой открывается деревушечка нам вдали классно а тут вообще интересно уровень до примерно не знаю даже чуть ли не сантиметров шестьдесят наверное здесь поле так а здесь уже ниже намного да но много много участков конечно вообще уже не ухоженных а может быть я не знаю дают им время так сказать отдохнуть кто знает я тут не особо силен в этих промыслах рисовых хотя вот опыта уже поднабрался три раза сажаем рис три раза собираем кстати кому про рис вообще интересно на youtube канале есть тоже на эту тему выпуске где мы сажаем рис собираем и там все показываем как это дело устроено да кто бы мог подумать вообще что я даже не представлял себе что буду заниматься какими-то там рисовыми полями так и вот мы с вами выходим здесь опять кричушки не знаю сейчас какую-нибудь тропиночку здесь подобрать нам к водичке выйти здесь у нас рыбачки давайте здесь посмотрим здесь прям джунгли такие заросли вот здесь опять этот деревьев дерево тутовника какой-то мелкий дикий белого цвета по вам ух ты блин тут не упасть бы да вот здесь вот рыбачки оборудует себе вот так вот берега там вот тоже дальше два зонтика там рыбаки сидят так у них там вообще классно уютно мы не будем там мешать им здесь такая в общем история да но сейчас прям самое время вот сидеть и на удочку ловить такая спокойная водичка спокойный поплавочек так здесь наступать можно так ну что ребят все вот такая у нас на сегодня прогулочка небольшая посмотрели на рисовые поля совсем скоро впереди будет очень много видео постараюсь снимать одно либо два видео в неделю вот а может быть даже и 34 посмотрим но скоро на канале видео будет больше и намного интереснее но и такие вот прогулочки тоже не запланированные без всякого сценария обязательно будут как всегда все с вами был я ура всем желаю добра сайонара пока друзья и